Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Народные приметы на 23 мая, день Симона Зилота. В этот день в старину почитали память покровителя трав Симона, одного из 12 святых апостолов. Считалось, что работать в земле в этот день большой грех и урожай можно не ждать, если засадить землю сегодня. Знахари в этот день отправлялись в лес для сбора целебных трав и зелий, ведь по воле Симона растут всякие травы, целебные и дурные, красивые и невзрачные, медоносные и бесплодные. Отмечалось, что в этот день они принимали на себя особую целебную и оздоровительную силу. Но собирать травы нужно было только в одиночку и только с хорошими мыслями, а в течение всего процесса сбора трав обязательно читали молитвы Отче наш и Богородицу. Полагалось, что 23 мая нужно очень бережно относиться к Матушке Земле, ходить и лелеять ее и крепко молиться о хорошем урожае. Согласно поверьям, в этот день состоялись именины Земли, ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь. В этот день люди также часто отправлялись на поиски кладов и сокровищ. В народе существует много народных примет в этот день. Слышно пение птиц рано утром, когда еще не наступил рассвет, ждите дождя. Если сегодня дождливая погода, то таким будет и лето. Кто засевает пшеницу на Симона Зелота, у того она родится как золото. Крот вокруг норы землю разбрасывает, верный знак того, что будет дождь. Пчелы с утра весело летают, будет погожий день. Запылил орешник, пора отправляться пахать в поле. Если в этот день зацвела рябина, жди хороший урожай и теплое лето. Во время цветения черемухи всегда приходит прохлада. Если летят первые журавли, пора сеять горох. Дует ветер во время дождя, ожидая солнечной погоды. Это все, что мы хотели вам рассказать, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в инстаграм и фейсбук, ссылки есть в описании. Услышимся!